МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. На телеканале эфир хроника происшествий. Женщина и маленький мальчик пострадали в результате серьезной аварии, которая произошла на улице Чуйкова. Там маршрутный автобус протаранил кроссовер Сузуки. Машины скорой помощи были на месте происшествия уже через несколько минут. Ближайшая больница находится всего в паре кварталов, поэтому пострадавших оперативно госпитализировали. К приезду инспектора в ГАИ на месте происшествия остались только водители. По словам водителей иномарки, перед светофором на перекрестке улиц Чуйкова и Мусина скопился транспорт. Он оказался в самом хвосте этой колонны, и его автомобиль стоял на месте, когда в него сзади врезался маршрутный автобус. Люди говорят, что пострадали в автобусе? В автобусе пассажиры вроде бы были. Сколько человек? Облегал. Как говорят очевидцы, за мгновение до столкновения водитель автобуса резко нажал на педаль тормоза. После этого последовал сильный удар. От этого несколько пассажиров, которые находились в салоне нефазы, упали на пол. Большинство из них не стали обращаться за помощью к врачам и попросту ушли с места происшествия. Больше всего досталось женщине и четырехлетнему мальчику. С различными травмами их увезли в больницу. Почему произошло? Произошло два и два. Как говорят инспекторы ГАИ, вина водителя автобуса в данном случае очевидна. Перестраиваясь из ряда в ряд, он не рассчитал скорость и расстояние до впереди стоящего автомобиля. Крупное ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло в час пик на третьей транспортной дамбе. В восемь часов вечера напротив стадиона Казань-Арена столкнулись ВАЗ девятой модели, Опель Астра, Приора и Мерседес. Как выяснилось, виновник ДТП, водитель девятки, совсем новичок. А за рулем давно? Месяца три-четыре. Несмотря на небольшой стаж вождения, водитель девятки двигался по третьей транспортной дамбе достаточно уверенно, говорят очевидцы. По их словам, он беспорядочно перестраивался с одного ряда на другой, словно играл в шашки. А его тормозной путь можно увидеть на асфальте. Девятка вылетела сзади, врезалась вот в Приору, потом Приора въехала у меня, а потом уже девятка отскочила от Мерседес. В немецком внедорожнике ехала молодая семья с двумя детьми. Они возвращались домой. Благо, годовалые и восьмилетние девочки отделались лишь испугом. Несовершеннолетние дети в момент ДТП находились в удерживающем устройстве. Сразу после аварии водитель Мерседеса отправил жену и детей домой на такси. Ехал я по этому ряду, получается. Примерно 14-й была. 14-й была? Да, я в жопу ей летел, получается. В левый ряд начал уходить, чтобы в нее не врезаться. Там Приора уже стояла. Еще раз тормоз нажал, машина так понесла, ударился мне, а Мерседес откинул. Была пробка, а он ехал, наверное, 80-90 километров. Чтобы объехать вновь образовавшуюся пробку, автомобилистам пришлось перестраиваться на полосу движения общественного транспорта. К слову, если выплаты по страхованию ОСАГО у водителя девятки не хватит для покрытия ущерба пострадавшим водителям трех авто в ДТП, то, по всей видимости, молодому шумахеру придется возмещать убытки из собственного кармана. Учитывая, что основной удар пришелся на Мерседес, сумма выходит немаленькая. В ночном клубе на проспекте Победы очередная драка. По словам очевидцев, неделю назад в питейном заведении подрались уроженцы двух южных республик. Этой ночью пострадавшая сторона решила отомстить. Около 50 человек, вооружившись бейсбольными битами и кирпичами, вновь пришли в клуб и нанесли побои обидчикам. На пульте ОВД сработала тревожная кнопка. На место происшествия выехали несколько экипажей полиции и бригад скорой помощи. Одного пострадавшего с черепно-мозговой травмой и ушибами медики доставили в травматологию РКБ. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла на Оренбургском тракте. Автомобиль «Черри», которым управляла женщина, выезжая на танковое кольцо, не вписался в поворот и наехал на бордю. После чего легковушка потеряла управление. Ее развернула и выбросила на газон. При этом у машины оторвало правое заднее колесо. Женщину-водителя на машине скорой помощи увезли в больницу. Там врачи смогут точно установить, какие травмы она получила. Кроме того, будет проведена экспертиза, которая позволит установить, в каком состоянии находился водитель в момент аварии. Проигнорировал знак. Водитель автомобиля «Субару» не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-2114. Авария произошла на перекрестке улиц Беломорской и Чапаева. По словам очевидцев, именно на этом месте постоянно сталкиваются машины. Почему так происходит, выясняла Лейсан Латыпова. Не уступил он, дорогу нет. Кто не уступил? Вот водитель «Субару». Почему водитель автомобиля «Субару» проигнорировал знак «Уступи дорогу» выяснить не удалось. Владелец иномарки предпочел воздержаться от комментариев. Что произошло? Не знаю. Водитель 14-й ехал по Беломорской в направлении Челюскино, а «Субару» по Чапаева в сторону Симонова. Водитель японского внедорожника нарушил правила дорожного движения и выехал на перекресток, не убедившись в безопасности движения. Ну да, вроде смотрел, вроде далеко ты был. Думал, что проскочу, да? Ну, видимо. Проскочить не удалось. Теперь и отечественному авто, и иномарке придется отправить своего железного коня в автосервис. Авария на пересечении улиц Беломорской в Чапаево происходит с завидным постоянством, говорят очевидцы. Это уже второй ДТП за сегодняшний день. Местные жители просят установить здесь либо светофор, либо лежачий полицейский. На улице, скорее всего, светофор. Не все. Проблема сразу решится. На знаки не смотрят, торопятся. Более того, на этом перекрестке установлен всего один фонарь, да и он работает с перебоями. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Это все. Я прощаюсь до завтра. Эфир продолжит тема. К Сергею Шерстневу пришли гости с очень благородной целью.